Субтитры делал DimaTorzok Евгений Панасенков Это очень интересный персонаж Для тех, кто его не знает, не волнуйтесь Я вас сегодня с ним познакомлю Ну и конечно же Здрасте, а мы начинаем Коронавирус зафиксирован во всех Терпини моё лопнуло А это мама Ну наконец-то Купи телевизор БиКью со скидкой Промокод и ссылка в описании ролика Вкратце, кто такой Евгений Панасенков Позиционирует себя он как историк Как такой аристократ И безусловно гений и маэстро Частенько выступал А возможно выступает на телевидении Во всяких различных шоу И вы знаете, очень тяжело охарактеризовать Как-то такого человека Потому что талантливый человек, талантлив Во всем, вы бы слышали Как он поет Как он поет Ну, я вам сегодня покажу Начнем мы наше знакомство, пожалуй, с самого канала Евгения И мы сразу видим, что в глаза нам бросается Вот эта великолепнейшая шапка Вот в этом весь Евгений, понимаете? Вот видите, как он любуется Как он буквально наслаждается И впитывает энергию вот этой вот вселенной Бля, я хуй знаю Мне кажется Мне кажется, у него даже шапка неровная Посмотрите, я линейку взял Сейчас будем мерить С правой стороны 10 сантиметров в подступ Здесь 9 нахуй Сумасшедший, бля Я что сейчас измерял? Левая вот эта область 9 сантиметров в длину А правая 10 Я не знаю Возможно, тем самым маэстро намекает нам на то Что в этом весь мир, понимаете? Нет идеального баланса в мире Так же, как и в этой шапке То есть с левой стороны 9 сантиметров С правой стороны 10 сантиметров, понимаете? Тонко, тонко маэстро Тонко Прежде чем приступить к видео Давайте я вам немного проясню Неотъемлемой частью видосов Евгения Панасенкова Это его название Вы просто посмотрите Панасенков разнес леваков И открыл двигатель истории Чудовищное поздравление с Новым Годом От Евгения Панасенкова дешевка соколов видите с маленькой буквы соколов до чтобы но все понимали что это такое что он даже как бы имя человека точнее фамилию да вообще даже в расчет не стоит для него это обычный звук пустой дешевка соколов истерит понасенков чудовище понимаете понасенков в петербурге любит гуляет и переигрывает сумасшедший переиграл и уничтожил дешевку соколова в суде это надо видеть понасенков юморит в ресторане бородино ну и давайте мои друзья начнем наверное с классики да с попсы хотя что я говорю у евгений не может быть попсы только не стареющая классика вот всей швале моих критиков моих завистников вы думаете что с человеком который вот до такой степени точно тема можно спорить вы думаете что я вас не переиграю что я вас не уничтожу я вас уничтожу и вот это ухмылка его вы чувствуете да вот эту харизму вот это просто силу маэстро боже мой великолепно великолепно далее мы с вами посмотрим как евгений понасенков ходит это это отдельный вид искусства смотрим видео будет другая музыка потому что у евгения музыка облагается авторскими правами вы понимаете вы понимаете насколько евгений гений даже даже в его имени евгений ну как бы сам бог да велел вот он увидел да вот эту природу и как это происходило он позвал оператора своего он дал ему камеры сказал снимай а что снимать снимает просто держи камеру и все я пошел от это прогуливаться ебать еще солнце так светит посмотрите как метафорично вот среди все вот это всего вот этого поля пробивается один только лучик света и евгений стоит в нем то есть этим самым маэстро хочет показать нам что он некий избранный в этом мире понимаете поцелованный богом человек да даже наверное не человек дальше да ну как бы монтаж такой гениальный идет и евгений идет дальше точнее это не монтаж он переместился просто во времени понимаете это евгений еще листики потрогал какая грация вы посмотрите как он прошел этот деревянный помост пританцовывая будто бы говоря нам о том что мир это вот эта вот речка а деревянный мост это проблема через которым просто переходит играет что он их не замечает для него это просто игра и что он конечно же переиграл этот дешевый мост гений гений в общем человек пять с половиной минут ходил а второй человек это снимал ну то есть вы понимаете да следующее видео евгений уже начинает с нами разговаривать точнее не с нами а с девушками которых он встретил на улице вечная вечная женственность здравствуйте вечная вечная женственность потрясающе вечная вот это то что воспевали классики тургеневский женщины просто так не знакомиться это чувство достоинства это красота красавицы красавицы русская красота настоящее православное это то что мы должны закрепить но вот это на самом деле действительно забавно потому что тургеневские девушки до тургеневская девушка насколько мне известно это воплощение такой образ чистой скромной домашней девушки неопороченный такой а тут как бы наоборот девушки сидят там на скамейке пивасик пьют ну и все такое вот это было действительно тоненько-тоненько неплохо неплохо тургенев а тургенев говорю ну вид ну тургенев понасянков они в принципе на одном уровне до гениальности далее идем от 8 симфонии чайковского тоже достаточно известное видео но все-таки я хочу вам его показать вы посмотрите как он доволен как он доволен этим удавшимся его панчем это просто жесть неплохо неплохо маэстро маэстро ну просто действительно она была поймана за руку как дешевка дешевка ну давайте послушаем гениальный грузинский анекдот от евгения поносенкова как собственно сам евгений и назвал этот анекдот гениальный грузинский давайте смотреть потрясающий анекдот почти на эту тему ну метафорически метр я вообще метафор очень люблю мы заметили представь себе поезд купе едет молодой элегантный грузин такой вот просто весь воск воск читает но прям как ты только грузин и молодая женщина так она им заинтересовалась смотрит уже и так села и эдак вертится он никакой реакции просто никакой она уже показала все свои достоинства никакой реакции она обиделась она при нем не стала выходить переоделась на ночь вот в ночную рубашку при нем так сказать легла опять никакой реакции уже ноги расставила ноль реакции она бешенстве что вы грузин или не грузин я уже все вам сделала вот ну все показала все достоинства чтобы ой книжку так шлепает правильно мне отец говорил лучше 20 минут потерпеть чем два часа уговали тем грузином был евгений понасенков этот подходит нега нас есть задержка в прямом эфире нет эти у маэстро даже оговорки гениаль гениальные ну и наконец-таки друзья мы переходим к самому заветному к песням Субтитры создавал DimaTorzok Как он наслаждается этим вниманием, ну просто жесть Ну и наконец в завершении, моя любимая песня, мой любимый отрывок Давайте включим Я уже столько раз этот отрывок видел, но мне так нравится, как он это делает Посмотрите, с какой душой он это делает Что могу по итогу сказать? Вы знаете, Евгений это уникальнейший персонаж Это уникальнейший персонаж Его гениальность, его уникальность в том, как он себя, знаете, вообще ощущает в этом мире Понимаете, как он ходит Как он, вот эти все манеры, да, замашки аристократические Ну мне просто вот это вот безумно доставляет Ну в общем, великолепный, весьма потешный персонаж За которым достаточно интересно наблюдать Многим может показаться, что это просто его образ, да Что в жизни он нормальный человек Ну я, конечно, точно сдать не могу Но почему-то я больше чем уверен, что Евгений реально такой, да Что вот он реально ходит, так наслаждается вот этим всем, да, в пиджаках Все время, да, вы видели его когда-нибудь в обычной одежде? Нет, только пиджаки, потому что так ходят кто? Правильно, аристократы Извиняюсь за то, что был такой, наверное, не особо-то прям осмысленный ролик Тут больше, наверное, так посидеть, поугарать Связано это с тем, что сейчас на дворе уже март месяц, да И я упорно завершаю свой материал по инвестициям Выйдет он в конце этого месяца, точную дату назову чуть позже А как вы помните, скидка 50% действует только на предзаказ Поэтому, если вы хотите научиться инвестировать с полного нуля До уровня уверенного частого инвестора То переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с подробностями А что думаете вы по поводу Евгения Понасенкова? Знали ли вы его, да, до моего видео? Как вы к нему относитесь и, в общем-то, разделяете Вы его гениальность или нет? Ну, тех, кто не разделяет, конечно же, не может быть таких людей Да, потому что, ну, это гений в чистом виде Понимаете? Концентрат гения Всем пока Ты пойман за руку, как дешевка Ты дешевый подлец, ты дешевка